Один украинский военный погиб во время вражеского обстрела Водянова на Мариупольском направлении. За минувшие сутки боевики 10 раз атаковали украинские позиции из стрелкового оружия. Пятеро наших солдат получили ранения. А сегодня около 8 утра наши позиции в районе Ново-Ташковского боевики накрыли огнем из гранатометов и пулеметов. Из зоны АТО наш корреспондент Руслан Смещук. Украинские позиции за Авдеевской промзоной. Когда-то здесь были дачи, теперь большинство домов уничтожены вражеской артиллерией. На деревьях вместо сливы черешни такие вот плоды, остатки от реактивных гранат. Боевики стреляют тут и днем, и ночью. Накануне в результате интенсивного вражеского обстрела из автоматических и ручных гранатометов один украинский военный получил ранения. Боевики как будто бы озверели, рассказывают наши солдаты. Упорно и плотно накрывали эти позиции. АГС в основном, и еще вот это, из гранатомета, мух и такие, РПГ, вот это. Ну только по нас где-то больше 50 приходов было. До позиций боевиков от двух десятков метров до сотни с хвостиком. Поэтому перестрелки часто ведутся на сверхкоротких дистанциях. С другой стороны, в этом есть и плюс. Противник не использует диверсантов. А вот цифры там. Ну, у нас чуть больше, конечно. Но их метров 25. Само ниже. То есть отсюда может быть 25 метров. Отсюда вот работал АГС 51-го человека. Отсюда по прямой 113 метров, чуть на яска 78 метров. Это их тоже позиции. Там дальше идет алмаз у них, двухэтажка. Ну, они нас из-за посадки там в следующую позицию в основном обстрелят. Разваленные дома, мусора много, трава высокая, шума много. Тихо не пройдешь. Из-за этого только обстрелы. Когда боевики откровенно наглеют, наши открывают ответный огонь. Иногда металл отказывает, а люди держатся, рассказывает военный с позывным «Кавказ». Из 6 вечера до 7 утра бой шел. Не успевали даже, чтобы стрелковое оружие охлаждать. Парни молодцы. Хоть некоторые из них, это первые бои у них. Но они все показали себя с лучшей стороны. Особенно жарко тут становится с наступлением темноты. Поэтому к каждому вечеру на этих позициях тщательно готовятся. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности – телеканал «Интер». Руслан Смещук, Вадим Ревун.